всем большой привет с вами снова наташа и сегодня я хочу ответить на вопросы тега который называется честный вышивальный блогер этот тег я посмотрела на канале у оксана вышивальный дурдом и мне понравились очень ответы как отвечала оксана и я решила ответить тоже надеюсь вам будет интересно послушать мои ответы все что связано с моим каналом с блогерством и так первый вопрос почему вы начали снимать видео я сняла свое первое видео в 2014 году на вышивальном ю тубе я с 2014 года сначала я была просто зрителем я даже не вышивала в тот период и мне очень нравилось смотреть блогеров и было не так много как сейчас я даже некоторые видео пересматривала по нескольку раз у одних и тех же блогеров очень любила смотреть алину рукоделия жанну рон я смотрела с упоением оказалось что много чего я не знала хотя я умела вышивать вот и вообще до того как я пришла на вышивальный youtube до того как я стала смотреть видео о вышивке мне казалось что это ну что это неинтересно когда-то меня сестренка просила научить вышивать крестиком я пыталась показывала рассказывала ей и она мне как-то говорила что заходила на youtube и смотрела ролики я еще так удивлялась думаю ну чему-то можно научить ну как вышивать крестики ну да принцип вышивания крестиком я думаю я думала тогда что только об этом но как глубоко я ошибалась и когда я открыла для себя вышивальный youtube мое все сознание она перевернулась все мое понимание о том что такое вышивка она изменилось и вот тогда я увидела на канале о алины рукоделия картину 12 красавиц правда она вышивала половину ну какую-то часть этой вышивки но это неважно я просто увидела просто увидела эту вышивку и влюбилась и с того момента как я только увидела эту вышивку до того момента когда я сделала свои первые крестики прошло больше полугода наверное где-то в 2015 году в феврале я сняла свое первое видео про эту работу начала наверное 12 красавиц я в январе 15 года вот но начала снимать свои первые видео я раньше где-то осенью 2014 года у меня появился такой огромный интерес как это как это устроено каким образом видео попадают на youtube и я озадачилась этим вопросом вот ну как вы видите уже столько лет и я снимаю видео так ну я надеюсь что я ответила на этот вопрос да почему вы начали снимать видео просто мне было очень интересно и мне хотелось делиться со своими единомышленниками своими успехами я думала что я буду вышивать только лишь 12 красавиц и показывать только лишь их но как мы уже наблюдаем столько лет я я с вами и показывая вам не только 12 красавиц но и другие свои вышивки другие работы и вот сколько я на вышивальном ю тубе сколько лет я веду свой канал столько лет я активно вышиваю практически каждый день вот так второй вопрос что вам дает ваш канал я уже не раз говорила что я благодарна ю тубу за то что он познакомил меня с очень интересными людьми у меня появились мои вышивальные подруги с некоторыми девочками мы общаемся довольно таки близко и и настолько близко что в любую минуту я могу набрать попросить о помощи попросить совета или просто пообщаться повышевать вместе вот ну и в жизни мы встречаемся правда сейчас гораздо реже чем раньше потому что сейчас карантин вот но я надеюсь что наши встречи очень скоро возобновятся но еще я благодарна вышивальному ю тубу за то что он подарил мне таких людей которые очень далеко находятся от меня которых быть может я никогда в реальной жизни не встречу но которых я очень люблю ценю ценю общение и и я знаю что это все виртуально но да быть может мы никогда никогда не встретимся с этими людьми но находясь за тысячи километров мы можем общаться общаться в социальных сетях на моем канале посредством видео я очень люблю включать видео своих любимых блогеров смотреть и слушать и находиться близко-близко вышивать вышивать в компании своих любимых девочек так третий вопрос было ли желание закрыть канал почему нет мне кажется что мне кажется что нет что этого желания у меня не было никогда даже когда мне было тяжело физически снимать видео я никогда не думала о том что хочу закрыть канал удалить видео нет нет никогда я надеюсь что это желание меня не посетит четвертый вопрос как вы относитесь к негативным комментариям негативных комментариев на моем канале практически нет были может быть какие-то такие очень странные комментарии но нет я не помню что меня кто-то обижал вот так прям знаете чтобы у меня аж какая-то большая обида была нет мне кажется что у меня таких комментариев не было на моем канале ну не знаю по поводу речи голоса ну все мы разные у всех у нас разное восприятие если я чем-то раздражаю вас кого-то из зрителей да то ну что я могу поделать я не могу измениться предлагаю вам просто просто не слушать меня если вас это раздражает ну я сама лично да тоже не всех блогеров и не всех девочек могу воспринимать вот так если меня что-то раздражает я что-то или кто-то раздражает я не буду смотреть не буду смотреть этого блогера так пятый вопрос важно ли вам мнение подписчиков да мне очень важно ваше мнение мои подписчики я вас всех очень люблю ценю уважаю очень редко обращаясь с какими-либо просьбами но мне очень приятно когда вы ставите пальчики вверх мне очень приятно читать все ваши комментарии я благодарна вам каждому из вас кто поддержал меня под видео когда я вам раскрылась рассказала о том что у меня была вот такая вот проблема со здоровьем да и вы меня поддержали я получила такой такой отклик который я даже не представляла что можно получить спасибо вам огромное за все эти слова за вот за все ваши пожелания 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 здоровья я вас очень-очень люблю я говорю это искренне шестой вопрос есть ли работы которые вы начинали ради канала не знаю я думала над этим вопросом я думала над этим вопросом наверное нет я начала работу и канал свой открыла только лишь ради того чтобы показывать эту работу но я никогда не думала что это зайдет так далеко и что я буду показывать вам такое количество работ когда я пришла на youtube когда я пришла на youtube когда я открыла свой канал у меня вообще не было никаких запасов а сейчас сейчас у меня очень много наборов очень много всего такого рукодельного муж пугается иногда говорит что комнаты не хватит для того чтобы все это разместить сейчас это все конечно же спрятано по коробкам вот вот такие вот дела седьмой вопрос важно ли вам что сюжет чтобы сюжет был популярен моден нет я вышиваю только то что что нравится мне и если то что нравится мне нравится и большей части вышивальщиц то мне очень приятно радостно от этого но никогда я не буду гнаться за модой и вышивать только лишь из-за того что сюжет модный сейчас 12 красавиц это не так модно и популярно как было в самом начале я даже смотрю по просмотрам что мои видеоотчеты по картине 12 красавиц они не набирают такое количество огромное количество просмотров как другие видео и вообще на моем канале сейчас какое-то такое вот затишье можно сказать да ну просто я смотрю что со мной только лишь мои зрители новых подписчиков нет прибавляются подписчики но даже комментируют меня практически одни и те же люди хотя я прошу вас если вы хотите что-то написать мне обязательно пишите пишите я рада я рада общению с каждым из вас так и переходим к следующему вопросу восьмой вопрос что бы вы изменили в вашем канале я ничего не хотела бы поменять в своем канале мне устраивает мне устраивает мне устраивает все абсолютно все может быть единственное да вот то что я вам только что сказала мне хочется больше активности от своих зрителей чтобы я получала получала ту отдачу которую которая необходима каждому блогеру потому что без этой обратной связи теряется весь смысл ведения канала и поэтому я я бы очень хотела чтобы вы зрители все кто смотрит мои видео не стеснялись и писали мне писали почаще хотя я знаю что иногда это не так удобно делать не всегда получается я сама такая смотрю видео смотрю видео в плейлисте посмотреть позже и когда видео одно за другим идет то я успеваю только лишь ставить пальчики вверх сидим за вышивкой у нас руки заняты не всегда есть возможность написать написать комментарий хотя это очень приятно читать комментарии даже просто что вы вышиваете в тот момент когда слушаете меня ну а по поводу каких каких-либо технических моментов по поводу качества видео картинки монтажа нет меня все устраивает я очень надеюсь что и вас тоже я снимаю так как мне самой приятно смотреть конечно же я смотрю всякие ну все видео да вот и с монтажом и с красивой картинкой и хоум видео такие вот влоги да если мне человек интересен блогер интересен я буду смотреть любое его видео пусть даже и качество картинки будет не идеальным я вот так вот осознанно менять ничего не хочу в канале в ведении канала но со временем я понимаю что проходят года и мы меняемся понятие у нас меняется вкусы и поэтому наверное меняется и канал потому что если посмотреть мои самые первые видео это конечно же был младенец который еще не умел ходить не умел говорить и мои попытки снимать видео они были такие робкие несмелые с тонким голоском дрожащим сейчас конечно же больше опыта ну да столько лет прошло я уже не так волнуюсь когда включаю камеру вот это все приходится временем и я думаю что каждый блогер он должен пройти этот этап не может быть все идеально с самых первых видео так ну сейчас просто у нас девочки наученные да они смотрят видят видят как происходит это все как анализируют да делают какие-то выводы свои и после этого уже там открывает канал вот а я же свое первое видео вообще выложила с одного с одного да дубля кадра как включила так и выключила вот и снимала на такой телефон ой девочки на такой телефон снимала вот так что не бойтесь если у вас есть желание завести свой канал да открыть свой канал не бойтесь это делается не так сложно просто сейчас такое огромное количество новых каналов что не знаю конечно же конкуренция большая за зрителя за подписчика да это мы такие старожилы что нам легко говорить хотя я смотрю некоторых девочек да мне просто обидно почему так мало подписчиков почему так мало просмотров я же в свое время делала такие видео помните были взаимофренд да я рекомендовала новые каналы вот но сейчас их столько столько новых что просто это невозможно да вот как-то взять выделить некоторые каналы хотя иногда я рекомендую каналы которые мне очень понравились вот напишите мне было бы вам интересно узнать на какие каналы я подписалась вот самое последнее время да какие-то свежие новые лица хотя я я скажу что я открыла подписки и теперь зайдя на мой канал вы можете увидеть абсолютно все каналы на которые я подписана я не делаю из этого тайны да просто такое настроение было а нет это не настроение это я участвовала в каком-то розыгрыше где нужно было открыть свои подписки да вот вот с того момента я их открыла и думала вот открою на момент розыгрыша розыгрыш пройдет и я закрою но почему-то после того уже прошло сколько времени а я так и не закрыла свои подписки вы можете зайти посмотреть на кого я подписана так девятый вопрос последний вопрос ваша мечта связанная с каналом мечтаю ли я десяти тысяч подписчиков имея шесть да наверное как любой нормальный блогер это естественное желание мечта чтобы тебя смотрели и подписывались но нет я сейчас не могу вам озвучить мечту которая связана с каналом потому что ну ее нет но я мечтаю только лишь об одном чтобы 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 продолжать снимать продолжать снимать не останавливаться пока у меня есть возможность пока у меня есть желание делиться с вами и чтобы через 10 лет через 20 лет я также общалась с вами делилась с вами всем что я делаю так ну все на этом я ответила на все вопросы я старалась быть честной с вами если вы заметили то практически в каждом видео я с вами очень откровенно и все что я говорю я стараюсь говорить так вот как как я думаю как я чувствую ну все на этом я буду с вами прощаться надеюсь что вам было интересно со мной что вы повышивали я постаралась записать это видео и ответить на вопросы развернуто но мне больше нечего добавить я вас всех очень люблю очень ценю спасибо за то что вы у меня есть желаю вам всего самого хорошего до новых встреч всех люблю целую всем пока